3 2 3 2 1 0 21 00 точно латвийское время всем добрый вечер всем здравствуйте тик ток такая странная штука что когда начинаешь эфир не сразу не сразу народ видит не сразу люди подключаются но уже три человека видят это значит считай жизнь удалась привет всем мы уже проанонсировали эту встречу на фейсбуке мы эту встречу проанонсировали здесь на тик токе для всех для вас хочу рассказать о том что же сегодня будет происходить меня зовут михаил ермолаев я у меня почему-то все называют журналистом а я на самом деле простой человек который умеет задавать вопросы говорят иногда задаю неплохие вопросы а иногда на плохие вопросы поэтому сегодня хорошие плохие вопросы хочу задать я хочу задать двум людям одного человека зовут ольга питкевич второго человека зовут михаил лавренов эти два человека в нашем городе организовали вместе смысле вместе собрались и решили и решили сорганизовать вот только питкевич теперь с нами надо оль напиши какой-нибудь комментарий мне чтоб я тебя увидел и смог пригласить в эфир то же самое миша посоветую сделать потому что они все еще не все еще разобрались тик токи вот оля питкевич привет плюс гости наверное это будет выглядеть примерно так приглашение улице и отправлен это значит тебе надо подтвердить это значит тебе надо это значит тебе надо дать доступ к микрофону и к к микрофону и к видео и тогда мы тебя увидим по крайней мере я тебя вижу но не слышу слышно ли меня алё 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 оля оль привет все солнце привет с тобой мы с тобой мы справились теперь нам бы хотелось чтобы твой коллега михаил лавренов появился у нас в эфире михаил если нетрудно напиши мне комментарии под видео это точно так же как ольгу приглашу и мы всем пообщаемся михаил лавренов привет написал теперь я нажимаю странно перевести что-то мне не получается мишаньку запустить в эфир странная штука непонятно почему а все они не 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 все но разобрались мы же не глупые люди отправил приглашение миша сейчас должен появиться нам уже пишут комментарии добрый вечер михаил добрый вечер уважаемые гости это не первый у меня уже прямой эфир такое да у вас у меня здесь в гостях были политики разные всякие и у нас у оля миша есть такой небольшой рейтинг о нем и сейчас расскажу но я хочу услышать михаил лавренов слышит меня сейчас да слышишь то все и мы тебя слышим аллилуйя все свершилось хочу сразу сказать что мы люди в тик токи но до до сих пор не знаем всех тонкостей но все-таки разобрались это значит наша встреча сегодня состоится уважаемые гости вы попросили меня быть модератором этой встречи поэтому если позволите я здесь буду главный я буду задавать вопросы и буду просить вас по очереди на эти вопросы отвечать да и тогда я буду вас выдавать выставлять на главный экран вы будете звездами все будут вас видеть вы отвечаете после чего все это возвращается но вот такая вот штука у нас будет согласны согласно смотри если можно мы с вами давно знакомы давайте на ты так нормально будет смотри у меня в программе это наверное уже пятый или шестой эфир с политиками и вот там вот в верхнем уголке в левом уголке по крайней мере от меня телефона виднеется лайки этапы которые ставят вам наши зрители дарят вам подарки это уже круто так вот я хочу в конце эфира мы будем подводить итоги вот смотрите у меня в гостях была регина лочь мыло за час она набрала 26 и 4 тысячи тапов и лайков пар на первом месте у меня глория грифцова 57 и 5 тысяч лайков на третьем месте у меня алексей стетюха у него 31 тысячи с копейками суверена вара и степаненко набрал 30 тысяч лайков а чекушин 24 сколько наберет миша и оля узнаем сегодня поэтому призываю всех наших зрителей потапать полайкать в конце эфира подводим итоги и узнаем насколько вы у нас по крайней мере на тик токи популярны еще два слова я хочу сказать я хочу две вещи я хочу две вещи объяснить и рассказать я первый раз в жизни получаю мне прилетает за интервью которого еще я не сделал то есть уже до того момента как мы с вами встретились и вышли в прямой эфир пообщаться на меня уже налетели и клевали со всех сторон о том ну нашел гостей о чем ты с ними будешь говорить да они там рука москвы и ватники и так далее и так далее так далее то есть привычные для вас термин и все называли хочу а обозначить свою позицию как я сказал сам начале нашего эфира я человек который хорошо умею задавать вопросы и я в прямой эфир пойду даже со своим злейшим врагом и те люди которые вот просто запрещены для общения в нашей стране я бы с великим удовольствием взял у них интервью у тех кто живет и была бы такая возможность и у тех как кто уже нет с нами но я за любой разговор мне нужно понять этих людей вот это моя позиция вторую вещь которая хочу вам сказать после чего слова буду давать вам несмотря на то что мы с вами плюс-минус хороших отношениях мы с вами общаемся на ты мы друг другу если нужно помогаем сегодня я модератор я буду я буду не за дни не за кого будут хорошие вопросы также будут вопросы острые и я даду дам возможность нашим зрителям в тик токе тоже вам задавать вопросы вот это все что я хотел сказать готовы к борьбе такая позиция что ну я не могу нравится всем да но если есть люди которые собираются вокруг меня и меня поддерживают я готова работать для них и для общего блага абсолютно нормально отношусь к тому что у нас там есть и пытаются загасить нас вообще регистрацию этой перерегистрацию управления партией встретили вам новостями мишу с сюжетом на гост в меня соглашением в полицию поэтому все окей об этом об этом мы еще обязательно поговорим если позволишь миша давай вот как раз ольги и начнем почему в партнеры по партии ты выбрала михаила лавренова потому что вы написали пост на фейсбуке и я из этого поста понял что вы оба многодетные семьи но прости меня мне мне этого мало почему лавренов самое важное что многодетные семьи до важно то что у нас есть дети и мы хотим чтобы эти дети остались до угостился потому что но я смотрю на бабушек дедушек наших да и общаюсь по многими другими пенсионерами и мне правда это жаль потому что своих внуков и детей они видят по скайпу и ну это прям прям жалко и хочется чтобы вот эта преемственность поколения оставалась а для этого город должен быть комфортным для жизни здесь люди должны хотеть оставаться и вот это главная цель почему мы подчеркнули эту многодетность просто на нас это ношу еще больше потому что у нас этих детей много вот но вообще в целом как-то стали общаться и оказалось что как бы у нас много таких вот этих общих ценностей согласно которым мы можем работать вместе главное это вот такой вот но как мы тоже писали локальный патриотизм то есть мы вот прям я куда бы ни поехала я всегда это лучшее место вообще на свете я здесь родилась я максимум отсюда уезжала по моему на три недели то есть я вот прям чувствую этот город я его люблю всей душой и я готова работать для того чтобы он стал еще лучше несмотря на все происходящее в мире в стране и прочее и да я готова вот положить все свои усилия знания энергию для этого и да вот мы с мишей выступаем как отдельная такая политическая единица в преддверии выборов самоуправления мы просим горожан взять нас на работу защищать их интересы работы своих во имя их блага опираясь на те ценности которые мы с ним продекларировали все очень просто хорошо вот тот же вопрос а почему михаил лавренов выбрал ольгу я хочу задать пермишь тебе ну во первых ольга себя хорошо зарекомендовала во время последних выборов европарламент своей предыдущей работой с нашими стариками с гражданами россии работала по внж много принимала заявок от горожан общалась и ну в принципе в партии нужны такие узнаваемые деятельные активные люди поэтому конечно и ольга и естественно мы это сообразили создать партию не сейчас это было гораздо раньше и почему один один из этих ответов я хочу объяснить немножко поподробнее потому что многие вот не задают вопрос а немножко не представляет как работает наша избирательная система не может отдельно миша или оля пойти на выборы и блоки депутата надо текуя от какой-то партии все как известно мы баллотировались и в семнадцатом и двадцать первом году я своей команды согласия но уже года как два примерно мы вышли практически всей городской ячейки из этой партии вы наверно в курсе этих событий все там был такой разграй расклад в согласии в общем мы все вышли дружно и на данный момент вся наша команда в думе до сих пор является беспартийным являлась ну и поскольку андрей надо было что-то решать выбор уже близится и поскольку андрей создает элтинша с которым отработались наш наша вся компания создает свою новую региональную партию уходит на латгалию на всю возможно потом и на латвию не исключаю мы решили создать с ольгой свою местную исключительно даугавпиловскую партию которая уже была когда-то в городе но долгие достаточно десятилетия и и практически не было и мы ориентируемся исключительно на город не на латгалию не на страну поэтому вот и называемся локально-патриотической ну и причиной почему ольга я уже назвал активная деятельная красавица комсомолка что я тоже пробовала сотрудничать с согласием я правда не вступал в эту партию мы баллотировались вместе на выборы в е.п. и честно говоря этот опыт когда вот ну то есть я вот новое лицо данного партии есть уже такая долгая история лидеры которые как-то там себя проявляют зарекомендовали и мне если честно очень не понравилось то что я всегда должна была выступать то ли их адвокатом то ли секретарем то ли ну то есть а вы вот за этого объясните а вы вот там расскажите я буду спросить у них лично и для меня на самом деле вот этот путь что мы идем отдельный такой вот небольшой новый неопытный с моей стороны дальше политической единицы но я в этом меня это очень вдохновляет потому что у нас есть свобода писать эту историю заново то есть вот мы идем мы отвечаем сами за себя за свою команду они за прошлые дела какой-то там политической силы их лидеров то есть но наверняка у них у всех есть какая-то мотивация почему они делали или говорили так или иначе но вот мой этот опыт прийти новичком даже ну не в партию а просто в список но мне сейчас не понравилось но я все время должна была за кого-то отвечать а я сама если честно там из-за своих вот этих отпусков по уходу за ребенку не сильно иногда следила там за всеми этими политическими событиями мне как будто надо было погружаться вникать я говорю люди добрые нет давайте я за себя там они за себя то есть но страшно оль ну ты же понимаешь что у нас история такая чтобы вот сейчас бы в жизни не произошло оставшиеся года два три четыре пять тебе все равно будет будут прилетать за то что было согласием все будет прилетать за то что сейчас нил делает вера парламенте и так далее так далее но это вот особенности нашего народа так такие поэтому от этого никуда не уйдешь это реплика это не вопрос она не ну не подразумевает под собой никакого ответа вот теперь вопрос мне очень интересно почему вы за перерегистрировали старую партию почему если вы хотите начать все с нуля переписать всю историю почему вы сами решили но не смогли организовать или не захотели организовать новую партию испугались трудности быть может каких-то побоялись что вы не сможете набрать там я не помню сколько 200 или 500 человек нужно изначально почему старая партия на новый лад кто готов ответить из вас оля миша очень банально на самом деле это не то что даже собрать этих людей мы могли бы но это дорого и у нас у нас нет в этой партии каких-то спонсоров и у нас с мишей конкретно нет там супер богатых спонсоров поэтому чем тратить деньги на вот эти формальности то есть но я лучше вот как у меня уже был опыт возьму какие-то деньги которые я могу высвободить и там уже дарю праздник горожанам а партию ну нам удалось договориться что мы переняли вот ту которая ну фактически уже последний созыв последние два созыва не было активной и как бы ну да это все есть зарегистрировано только вот но нужно было поменять состав правления там репкома и так далее и да мы будем расширять ее теперь ряды как бы все это немножко проще сделать заново но это банально дорого правда я не вижу смысла тратить на это деньги которых нет местные что дополнить могу добавить да у меня уже был такой опыт и именно юридический опыт восемнадцатом году нам предложили перенять общество самое старое городское общество предпринимателей на которой называлась совет директоров и предпринимателей которая была основана еще при советской власти которые были там маги к не предприниматели и так далее да и нам предложили его перенять я до сих пор являюсь 17 года председателем правления общества предпринимателей анкор от которого у нас только осталось регистрационный номер юридический адрес поменялся правление поменялись поменялось члены поменялись практически за исключением некоторых и ну вот уже с 18 года мы не сказать что мы очень там развились но что-то делаем постоянно там я думаю мы на слуху и в сми можно нас найти всегда заметки то есть юридический опыт перенятия общественной организации коей является в том числе и политическая любая партия у меня уже был и я это уже мне это было второй раз как бы не сложно тем более это партия хорошей истории то есть бывшие или нынешние сотрудники лрз и это как раз таки тот вот но среднестатистический рядовой долгуртолчанин в интересах которого мы хотим работать и продолжать эту работу то есть она изначально создавалась для защиты интересов этих людей на уровне самоуправления и мы просто абсолютно готовы продолжать эту задавалась для защиты интересов этих людей на уровне самоуправления и мы просто абсолютно готовы продолжать эту задачу создание этой партии поэтому все прям красиво идеально сложилось отлично раз у вас все красиво идеально сложилось сейчас будем усугублять насколько понимаю вы собираетесь своей партии баллотироваться на следующих выборах в самоуправлении я прав конечно но ты 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 миша ты ольга вы же должны понимать что вы будете только локомотивы вам нужна еще команда кто еще будет у вас списке кого там долгополчане смогут еще увидеть сможем раскрыть этот секрет или пока ведется какие-то переговоры кого-то мы можем назвать оля миша кто из вас сейчас не но фамилии мы не будем называть да естественно мы готовясь к этому процессу перенятия да то есть мы разговаривали с людьми конечно мы заручились их поддержкой но так как вот в конце концов это решение было принято именно сейчас то есть но вот сейчас мы будем это дело официально оформлять но в любом случае то есть мы до сих пор вот ну и будем открыты для того чтобы люди к нам приходили и на самом деле это супер важно потому что я вижу эту команду как сборище профессионалов людей которые состоялись в своих сферах и они могут как в своей сфере предложить городу какие-то новые идеи проекты свежие какое-то видение то есть как можно сделать лучше и выйти за рамки своей вот этой профессиональной компетентности и делать еще что-то сообща вот ну как бы в общем да для города это супер важно потому что к сожалению я констатирую что у нас часто какие-то вещи в городе минимально какие-то мелочи даже делаются без того чтобы спросить мнение у людей для которых они делаются а это очень важно ну то есть нет банально на днях рассказывали про спуск для лодок в стропах классно что его сделали но он как бы не очень хорошо сделано если спросили рыбаков которые им пользуются сделали бы лучше но это то есть такой примитивный пример да вот этого взаимодействия но я считаю что нам нужно действительно привлекать профессионалов разных сфер и в этой партии я была бы очень рада их видеть поэтому да мы с Мишей открыты абсолютно для общения взаимодействия сотрудничества и пользуясь случаем я призываю тех кто хочет нам присоединиться писать мне его будем встречаться говорить как мы это видим и возможно разные варианты сотрудничества то есть у меня уже есть люди которые говорят я в политику не хочу партию не хочу но я вот у меня есть идеи я готов с вами сотрудничать здорово ну как бы что ж по любви я принуждать никого не буду да но то что они делятся этими идеями и готовы то есть через нас когда мы я надеюсь пройдем в думу получим свои мандаты да то есть осуществлять эти идеи потому что но мы не можем охватить все я ну я профессиональный журналист профессиональный переводчик профессиональный родитель меньше профессиональный ну как бы предприниматель занимается недвижимость но есть сферы которые мы не можем охватить поэтому ребята welcome мы будем рады именно вот таким состоявшимся горящим энтузистичным людям в нашей команде отлично давайте я особо и добавить нечего мы приглашаем к сотрудничеству активных и активных и инициативных людей которые готовы работать во благо нашего города может отлично ну и перейду даже немножко что я всю жизнь свою примерно как начал учиться в университете в нашем занимаясь недвижимостью да это единственное в чем я преуспел в чем я разбираюсь что что я понимаю именно на эту ветер эту же работу по своей специальности я стал и выполнять и в городской думе вот уже почти восемь лет и когда меня тоже спрашивают а что новое что ты новая сможешь сделать а то то чем я и занимаюсь эти годы и ну я думаю просто я как некоторые не афиширую эту работу это монотонная такая работа которая просто требует постоянной концентрации какой-то нагрузки и так далее я думаю мало кто знает но например я в отличие от всех где един единственные всех депутатов не хочу хвалиться на так и есть это легко проверить который состоит в большинстве комиссии то есть каждый депутат должен работать комиссиях но если у всех на отдельных наших депутатов или у всех них там одна две дай бог три то у меня их было даже переписал потому что вот я все эти годы в главной в градостроительной комиссии который отвечает за развитие города за проекты за нам приоритеты и так далее важная комиссия и любимая по своей специальности работу приватизационной комиссии комиссии отчуждения объектов недвижимости там работают оценщики тоже чем я занимался 16 лет профессионально то есть мы оцениваем объекты городской недвижимости который уходит потом на продажу имущественная комиссия эта комиссия тоже по подключению водопровода и канализации я когда-нибудь подведу итог сотни объектов сотни домов подключены и возглавляют слову да эти годы подключены к водопроводу канализации миш быстрее у нас очень мало времени сколько комиссию тебя всего это тик ток здесь нужно все быстро делать сколько комиссий 55 комиссий осталось 5 комиссий вот подожди вот теперь сразу комиссии недавно вышел из транспорта и потому что они меня пересекались другими жилищных постоянно и в этом году прекратила работу комиссия тоже моя любимая по сохранению софинансирование культурного наследия которое тоже возглавлял в год то есть это память миша сколько комиссии всего пять комиссий сейчас вопрос тебе от злобного зрителя который наверняка есть но задам я тебе его своими своими словами лавренов заседает в пяти комиссиях потому что за каждую комиссию платят ему мало денег который он зарабатывает на на посту депутата или как били бы в бизнесе депутаты это просто связано с моей профессиональной деятельностью что в этом разбираюсь чтобы вы понимали депутат получает как и оклад известно думаю можно посмотреть кому интересно и за комиссии там сущие копейки а депутаты по моему не получает даже ничего который например как я председатель комитета еще за комиссией поэтому я это тяну эту лямку 8 лет хотя и честно говоря тяжеловато но работаю но выглядит выглядишь выглядишь хорошо поэтому тяжесть на лице не отражена друзья напоминаю что это прямая трансляция на тик токи нас смотрит достаточно большое количество людей 122 человека пишите комментарии очень много пишут они просто вот пролетают бегущей строкой мне перед глазами какие-то я успею оценить и вопросы от наших зрителей задать поделитесь этим эфиром поставьте лайк потопайте ольги и михаилу уже поставили 5 кома одну тысячу лайков подписывать вот дарят подарков очень много большое вам спасибо вопросиками засыпьте но еще и поделитесь чтобы большее количество людей увидела нас чтобы попали в рекомендацию и нас вообще взял от я бы посмотрела я буду ребят дальше пытать создание партии перерегистрация ли партии она все равно под собой подразумевает какие-то финансы вы собираетесь идти на выборы все прекрасно понимают что предвыборная кампания какая бы скромная подчеркиваю фразу какая бы скромная она не была на все равно потребует от вас денег мне на фейсбуке мне уже здесь на тик токи пишут фразу кто вас финансирует за чей счет банкет оля нас никто не финансирует банковский счет партии там 0 0 0 0 и да даже за обслуживание этого счета юридического лица нужно платить по 45 евро в месяц но да мы будем покрывать это и собственных средств других доходов у нас нету мы никому ничего не обещали никому не продавались поэтому с вами как есть а возможно в какой-то момент мы объявим о возможности делать пожертвования то есть вот абсолютно кто захотит нас поддержать финансово мы с удовольствием и с радостью с благодарностью примем это но в принципе мы рассчитываем на себя да избирательная кампания если ты там рекламируешься в сми оплаченные публикации это дорого пока мы не строим таких планов вот есть мы есть социальные сети есть вот эти социальные пузыри в которых мы общаемся с горожанами ходим в магазин на рынок в ледовый там миша да то есть я там во все там садики магазины школы и как-то так вот мы взаимодействуем со своим потенциальным избирателем мы пока что верим в то что мы сможем без каких-то таких ливаней но в принципе их и не предвидится поэтому но вот придется справляться привет как можно ребята но простые примеры вам же все равно нужны эфиры на радио это будет во время предвыборной кампании это будет платно вам нужны допустим эфиры на телевидении это платно статьи в газетах это платно любая какая-то визуальная реклама визуалка это платно прийти в гости в какой-нибудь я не знаю там общество спортивная не знаю либо какое-то другое принеси подарок вы вообще представляете на какие бабки вы влетите но значит если у нас не будет в распоряжении у меня и у миши этих денег там у нашей команды если мы не назначим какие-то членские взносы или добровольные пожертвы не значит не пойдем мы на эти эфиры значит вот будем ходить на рынок и общаться с людьми вживую ну вот так будем вести избирательную кампанию не вижу в этом ничего как бы но ну да по классике так то есть но мир меняется и мне кажется сейчас уже во многом люди делают выбор в социальных сетях газеты там и порталы поэтому справимся как-нибудь так или будем со своих средств оплачивать сколько сможем изыскать сколько миши заработает сколько я у мужа выпрошу столько и ну да тем более что у нас менял пожертвование никто не отменял я думаю с божьей помощью мы справимся отлично помощью наших друзей ну самое самое главное с божьей помощью вопрос решен ребят все мы прекрасно понимаем что у нас сейчас в думе заседает несколько партий если не ошибаюсь и по моему около пяти эта партия согласия нынешние действующий мэр элксиндж в партии которого состоит михаил лавренов по крайней мере с ним он шел на выборы есть партия по крайней мере была партия русский союз от которого зашел вице-мэр васильев есть от истыба пары это алексеев есть партия с которой зашла янковская прилатов трусковский есть партия зал бы вы создаете новую партию то есть электорат у нас он вот вот он один от какой из партии вы планируете отжать избирателей и вот вопрос вот к этому же вопроса хочу задать а почему бы вам и этот кстати вопрос мне частенько задавали в комментариях под анонсами нашей с вами встречи почему отдельная партия а почему не пошли с мэром для того чтобы укрепить его команду и набрать там ну большинство почему отдельно они уже с победителями ну вот по крайней мере прошлого прошлого раза кто готов ответить может быть проще будет да дело в том что я для себя на этот вопрос ответил уже немножко довольно таки давно когда уже была мысль и было понятно что надо идти или с мэром и или в команде или идти отдельно вот смотри я состою в группе предпринимателей да где такая группа людей разновозрастных ну в основном уже такие зрелые люди такие зрелые самодостаточные люди да в группе охотников и рыболов ну тоже там не не дети да и я вот по этим группам полущих группах в группах хоккейных вот по двум группам первым которым обозначил предпринимателей рыболов я могу сказать я провел свое исследование и когда мы в семнадцатом году я шли на выборы за мэра за скажем за команду мэра за нас были все значит в двадцать первом году и то же самое кстати по охотникам двадцать первом году было дай бог если половина за мэра и сейчас практически никого поэтому ну как бы это ни было мы с мэром конечно хоть и друзья но не и не враги друг друга но я бы не преувеличил популярность андрея думаю выборы покажут но по исследованию в этих группах я увидел что у нас может быть и свой но я я прекрасно но просто элксинь постоянно там фотографируется со спортсменами и ни разу я его не видел с удочкой до или с ружейцом наперевес поэтому рыбаки и охотники как-то не за него так вопрос не в этом почему не создать один список такой прямо мощный где куда ни пхни в 17 человек списке личность за которой стоят множество множество голосов почему вы пытаетесь разбить вот голоса избирателей по разным партиям ведь не секрет что у некоторых сейчас избиратели такое настроение что они вообще не захотят прийти на выборы в следующем году но ведь и такое тоже возможно почему не одна большая крупная партия пытаетесь разбиться по мелким боль может ты что-то ответишь разбиться там разбить электорат мы это все рассматриваем с позиции как мы дальше будем работать в этой думе когда мы зайдем в нее то есть но для меня принципиально важно зайти как самостоятельная политическая единица и на этих правах разговаривать с теми кто будет формировать коалицию мы не то чтобы идем против андео элтин же да но мы идем самостоятельно отдельно от него потому что и у миши есть моменты по которым он с ним не согласен и у меня есть моменты в которых нужно было бы делать иначе и один из таких моментов которые самые важные для меня я считаю что он слишком централизовал вот эту муниципальную власть и я считаю что нужно разбавлять ее нужно делать более демократичный демократичный вот то о чем я говорила да вот спросите у людей которые будут этим пользоваться привлеките их для какого-то обсуждения что касается их жизни в будущем не делайте это единолично то есть но сейчас я ну как бы за работой городской думы так со стороны наблюдаю это моё субъективное впечатление что там слишком много решает один человек зайдя в его команде мы просто станем ну как бы вот членами этой команды которая ну как бы изначально согласно ну априори совсем как бы что этот один человек решает я так не хочу у нас есть свое мнение у нас есть свое видение и мы готовы его отстаивать именно как самостоятельная политическая единица для меня это важно что касается избирателей я бы вообще хотела чтобы на выборы пришли не те кто раньше приходил и забирать у кого-то голоса я бы хотела чтобы пришли те кто обычно не ходят потому что своим примером вот простой девочки без денег на предвыборку да то есть я хочу показать что политика это не что-то такое вот чем могут заниматься только избранные что это делают только люди которые ходят 24 на 7 в пиджаках никогда не улыбаются и такие вот супер серьезные вездеследующие нет политика и жизнь города это люди это простые люди которые живут в этом городе и я хочу их привлечь для того чтобы они работали чтобы они не сидели в фейсбуке и говорили это плохо это не нравится тут правильно а чтобы они пришли подсказали и вместе с ними мы сделали лучше то есть я вот за децентрализацию я за демократию за власть народа и я хочу этот диалог налаживать и чтобы у меня было право настаивать на этом я в эту думу хочу зайти автономно как самостоятельная независимая партия хорошо вот я хочу вопрос адресовать михаил лавренов миш но вот расскажи вот ты же был депутатом достаточно долгое время вот вопрос тебе вот прямо вот на вскидку скажи мне вещи которыми ты как депутат михаил лавренов гордишься вот что ты сделал такого для города даугавпилса вот за что вот прям вот я не знаю все все твои грехи предыдущие просто перекрылись что-то такого сделал спасибо за вопрос миша я вот передо мной даже приехал все немножко заранее в офис распечатал эти бумаги когда мы шли на семнадцатом году и в двадцать первом году на выборы мы расписывали от у меня передо мной лежат по районам все наши районы городские перечисленные да и приоритеты каждого да ну и что мне удалось я скажу достаточно много удалось я пока о многом еще не говорил но многие мои проекты уже находятся на стадии завершения или реализованы или реализуются в скором времени ну например вот взять на вскидку да трудили все ждут конечно база от меня да я сразу начну с базы база это единственное что мне пока хотя работа по ней ведется до сих пор мне удалось дело в том что имеешь ввиду подожди база это которая в ругелях да база ругельская спортивная которая хотела сделать детскую спортивную спортивную базу это мой проект но дело в том что тогда нас свергли в семнадцатом году спустя два месяца после выборов и потом еще два года были не у власти и потом началась пандемия санкции и так далее и денег не было да но скоро вы узнаете кое-что по базе есть продвижение но например в отношении ругеля расширение ругельского пляжа есть есть хотя его надо расширять в правую сторону мы сработаем над получением собственность второй части котлована мое продолжение автоба маршрута номер 10 перенос остановки прямо на берег котлована я не понимаю почему и вот до нас не перенесли мне просто непонятно полки пол километра люди 30 лет ходили пешком 35 лет или сколько до пешком до котлована пожаре а сейчас можно выйти из автобуса и в тапках идти и купаться также назад уехать до например самый один из главных моих вопросов помимо этой недвижимости привезение в порядок все недвижимости города города связано с озером стропа вот передо мной чуть проследиться можно лежат аж написано я еще тогда возил игоря прилатова не помню кем он был тогда лицем мэром или мэром продолжение стропского променада от больницы до заправки динас тогда счастливе и написано мне даже эконом вариант деньги не был не было спилка кустов подсыпка дороги скамейка в итоге мы сделали как полноценный красивый променад а тогда это было когда привез туда лицем мэра там была тропинка заросшая в кустах посреди кустов там ходили только местные там пройти нельзя было вот это продление променада тоже одна из моих идей самый главный проект который касаться будет всех горожан которым господи 4 года прошло так тяжело шел наконец-то сдвинулся с места и лету он должен закончиться это восстановление шлюза на стропском озере от которого зависит сохранение и увеличение уровня воды в стропах потому что мало кто сейчас помнит а я помню очень хорошо я работал оценщиком был в те годы помню в двухтысячном году где ты 2000-2002 году уровень стропского озера был очень высокий гораздо выше чем сейчас особенно потом у береги да и поэтому тоже и потом его кто-то разрушил когда завод захватил существование разрушили шлюз вандалы так скажем да спустили озеро стропы и вот с тех пор она стала таким от этого озера как говорят ученые они считают что озеро губище зависит от озера стропа если мы установим шлюз на озере стропа озеро губище тоже начал кто помнит я всю жизнь прожил на берегу озера губище на коржике все детство то есть и она начала милять также в начале двухтысячных сильно и вот это мой главный проект которому который находится на стадии завершения из любимых проектов как вы сейчас уже знаете это тоже этом проект уже с 11 года уже много лет уже место менялась и везде изменялся это гора любви так называемо до места для сбора молодежи молодожен негде фотографироваться молодоженам мы 40 лет сколько я себя помню когда ездим на свадьбы куда мы ездим чайка лауцевский мост червонка все сейчас будет у нас прекрасно но за возле фонтана в дубровинке до фонтан дубровинке дальше вот у нас сейчас появится новое красивое место проект не недорогой но очень красивый эффектный и просто мы вот привезли вот эти камни которые лежали после строительства дамбы долгие годы волны эти красивейшие перевезли их это стоит совершенно немного да вот расположили сейчас будут высажены многолетние цветы весной продолжены там появится скамейки на второй части за проекта очереди проекта скамейки наблюдения подсветка и будет но красивое место для всех горожан и к слову говоря не было никакого объекта среды на два огромных микрорайона на 1 майку и на форштад ни одного объекта среды на моей молодости миша моей молодости гора любви находилась на гриве там ближе к юдовке да но потом она стала чей-то частной собственностью и вот теперь окей спасибо мы мы тебя услышали мишки вопрос вот здесь у нас постоянные есть зритель один вот много вопросов задает всем айвара брока хочет в мэры полностью тебя поддерживаю у нас будет два человека который за него проголосует он там вопрос задает много говорили про заброшку которая на стация с вот это бывшая фабрика швейная что с ней много раз говорили о том что ее снесут но вот пару дней назад я ехал на трамвай видел стоит родная что там сдвинется с мертвой точки или или под отвечу на этот вопрос миша дело в том что соброшка на стациях это здание конца 19 века памятник ну так сказать архитектуры местного значения он не памятник архитектуры на все что находится в центре это охраняется и поскольку я возглавлял долгие годы комиссии по сохранению и софинансированию культурного наследия я единственный из депутатов кто три раза голосовал категорически против сноса этого здания единственность депутатов хочу подчеркнуть почему потому что я неоднократно обследовал создание там крепкий фундамент крепкие стены большие пространства это была фабрика его нельзя сносить его нельзя сносить надо сносить советские склады за ним приводить порядок выравнивать участок выпиливать кусты деревья закрывать его и опять же это собственность я предупреждал коллег что не будет так просто и сейчас комиссия рижской охраны памятников не дает этот снос о чем я предупреждал и поэтому вот это кстати тоже моем несогласии с не согласие не согласие с согласием вся услышал давай оле дадим слово давай оле дадим слово на самый структивый был из этой команды но вот конкретно этот проект показывает мою правоту в чем-то да и опять же там юридически это здание принадлежит нескольким собственника в том числе государства и недооформленных делать это юридически практически но я не я не понимаю кто вот на себя возьмет от личности это сделает то есть ну просто поговорить снять тик токи реализовать на практике не знаю как это и вот я проголосовал проголосовал против соответственно если уже и делать такое так скажем культурное изъятие о том чем мне недавно своих ролик я писал когда мне наш оппозиционный депутат зал бы предложил приводить в порядок еще одну заброшку если это и делать то это надо приводить в порядок вот участок сзади за швейкой и фабрикой выравнивать его как-то вкладывать деньги выставлять счет и забирать и выставлять уже на продажу вместе со зданием и сохранить тем самым сохраняя это здание у нас нельзя разбрасываться городскими красивыми домами девятнадцатого века которые к тому же снимались в одном известном фильме фруза кстати всем советую посмотреть это здание и другие городские объекты сняты вот в этом фильме очень интересный хороший фильм добрый дешевле все мы видели этот фильм давай уж миша все дай давай 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 оле дадим возможность поговорить потому что я сегодня про недвижимость и культурное издание города даугорпилс узнал гораздо больше чем за всю свою сознательную жизнь оль давай вопрос тебе все-таки возвращаемся главной цели нашего эфира мы позиционировали нашу встречу как какая-то я не знаю презентация вашей партии партия называется даугорпилс монопилс правильно понимаю у любой партии должна быть какая-то программа могли бы вы назвать мне несколько пунктов на которые вы будете делать акцент когда пойдете бороться за голоса наших долгов полчан ваших избирателей лиза самое важное и очень много об этом думала и пришла знаешь к чему что у меня будет самая честная программа никому ничего мы не будем обещать конкретных проектов потому что но мы все живем в этом городе мы все знаем про муниципальные аптеки проезд за 30 центов карту горожанина которая уже давно должна была быть введена аэропорт открытый бассейн стропах скейт-парк эти проекты могу пересчитывать бесконечно и я не хочу прослыть человеком который пообещал и не сделал потому что вот последние например два созыва городской думы показывают что такие вещи как ковид такие вещи как война нельзя прогнозировать кризис энергоресурсов в итоге ты не как бы не по доброй воле да не со зла превращаешься в человека который просто что-то там наболтал и в итоге как бы себя можно спросить а тебе ответить нечего кроме как опираться на то что вот а вот там ну я же не мог повлиять я не хочу так мы с мишей вывели четкий такой какой-то план из пяти пунктов но это не программа это наши ценности то есть семьи с детьми сеньоры социально малозащищенные предприниматели комфортная следа да я уверена что городу нужна какая-то такая градообразующая то есть градообразующий какой-то проект но сказать сегодня что это будет там санаторий мышцамс или все-таки аэропорт в лоциках или там открытый бассейн на 50 метров я не могу просто потому что я не хочу никому врать и обещать то чего сделать не могу я очень хотела бы чтобы в наших школах например было бесплатное питание для всех и чтобы оно было вкусным чтобы все мои дети и дети других родителей приходили говорю что школе покормили вкусно на сегодняшний день не удалось еще этого достичь и я хотела бы пообещать например экономически да что я это сделаю но нет на сегодня цифр бюджета и я не знаю как ну то есть какие эти цифры будут какой какое правительство нам это спустит вообще сколько там процентов этого подоходного налога и сколько из фонда выравнивания мы получим поэтому будучи честной я не могу это обещать я постараюсь это сделать да потому что я как родитель понимаю что это классное подспорье это здорово когда дети правильно нормально вкусно питаются в школе и за это платить не нужно из семейного бюджета но я не буду это обещать если вы хотите сладких красивых обещаний вот не голосуйте за нас вот я такая вот буду честно и не могу ты ты же про профессионал ты знаешь что антиреклама она действует гораздо эффективнее чем чем просто реклама и сказав фразу не голосуйте за меня народ призадумается и быть может пойдет за вас проголосует давайте немножко давайте немножко тему сменим и хочу задать вопросы которые я получил когда у себя на странице на фейсбуке опубликовал анонс но перед этим я хочу во первых поблагодарить всех почти 150 человек которые нас смотрят полайкайте нашу трансляцию потому что ольга и миша у меня участвует в моем личном рейтинге да у меня у лидера было пятьдесят семь тысяч и пять лайков у миши и олеги пока шестнадцать тысяч и две пишите комментарии поделитесь эфиром вот тут подпишитесь на мой канал в подарки оле миши дарит это вообще круто замечательно так вот возвращаемся к вопросам к вопросам которые задавали мои зрители на фейсбуке так вот попробую единственный человек совместить несовместимое впихнуть невпихуемое совместить тик ток и фейсбук там писали такой вопрос сколько оля с мишей платят блогеру игорю черновскому за то что он везде бегает и кричит про вашу партию но я так понимаю это шуточный вопрос но в каждой шутке есть доля правды и вы прекрасно понимаете что как вот сейчас в каждой партии должен быть свой блогер если партии мэра он сам себе прикольный блогер до прилатов сам снимает видео у нас есть даже человек который сам по себе блогер но у него нет партии но он очень хочет пойти в политику это я про буринского так вот что вы пообещали чернявскому что он так сильно топит за вас вопрос фейсбука ничего не обещали и он не единственный кто топит и я понимаю что все хотят увидеть это какой-то там заговор да как-то нас связать но я вижу что абсолютно есть еще люди которые да топят за нас да продвигают нас я им очень за это бургодарно потому что они ну вот просто верят нас и хотят чтобы мы шли дальше развивали наши идеи продвигали то есть я понимаю что всем хочется как-то все усложнить да там увидеть какой-то тайный умысел на самом деле его нет есть люди которые от всей души действительно видят что видят нас потенциал верить то что мы сделаем что-то хорошее и мы готовы с этим идти и предлагать себя горожанам я говорю я это воспринимаю то есть я устраиваюсь на работу это не какой-то рейтинг там вот как ты говоришь там сколько лайков там или еще что-то я заручаюсь доверием горожан они берут меня на работу задача депутата работать во благо горожан не возьмут ну значит недостойно если меня кто-то ну вот так вот как там этот чернявский я буду честно говоря не знаю лично продвигает ну окей спасибо значит меня это еще больше вдохновляет и толкает двигаться вперед потому что люди не так вот самое самое интересное что игорь нас смотрит и пишет у низа буринского же топить но тут мы с тобой согласны миша ты что-то хотел давать не платим нисколько ну коль скоро из чернявский такой популярный городе подумаем а возможно потом ребята вот здесь надо сразу сделать оговорочку по фрейду за за вот это общение за интервью с вами я ничего не получаю поэтому 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 вопрос такой себе я вот абсолютно знаю что я могу работать за идею и много делать потому что мне просто так вот нравится потому что ну хотите верьте хотите нет вот мне нравится помогать людям мне нравится говорить раз за разом что я рада быть полезной если вы видите в этом какой-то ну как бы подтекст да считаете что я делаю это только за деньги или только там за славу или еще что то то есть но на самом деле мне много говорят что там тебе надо там например контент план тебе там надо там то это у меня все в жизни спонтанная происходит есть вещи которые я делаю показывают 앞IOке есть вещи которые я делаю не показывают тиг токиев я пытался что такое пишут а меня прям вис på cin 26 чем я живу что это что если это как эта потребность делиться тем что происходит моей жизни я это делала до того как начала заниматься какой-то политикой, то есть, ну, у меня там блог в Инстаграме был, то есть, ну, там, тоже у меня своя такая тусовка. И, ну, хотите, ну, видите, каждый, вот, я говорю, судит по себе. Я абсолютно знаю, что можно делать просто потому, что прикольно участвовать в каком-то движении. Я многие вещи делаю в своей жизни именно вот по этой простой причине. Потому что смысл жизни не в деньгах, смысл жизни в жизни, в эмоциях, которые мы получаем. И я ради этих эмоций готова, вот, да, там, жертвовать временем своей семьи. Там у меня дети поедят пельмени, зато мы сходим на классное городское мероприятие. Это мои ценности, я вот так живу. Если кому-то это не нравится, ну, окей, найдите другую какую-то себе там команду по интересам. Ну, вот я такая, я абсолютно, ну, все во мне видят, ну, не все, но многие видят какой-то вот, я говорю, подтекст. Я простая, как пять копеек на самом деле. И настолько простая, что многим это прям не верится, что так бывает. Так бывает. Так, Оль, так не бывает, потому что вот даже в комментариях под анонсом, мне кажется, ты ответила, да, написали, что за помощь бабушкам ты брала там 65 или 75 евро. Прокомментируй, чтобы уже остальные услышали. Я тебе расскажу, как было. Во-первых, я никогда ни у кого не просила деньги за свои услуги с заполнением документов. У меня были люди-добровольцы, которые так же, как я, приходили и тоже мне помогали заполнять. Я никогда не скрывала, что эти бабушки приносят нам шоколадки, там, иногда там бутылки рижского бальзама и прочее, прочее. Да, я их принимаю, потому что для человека важно меня отблагодарить. Ему прям приятно, что я баночку меда с его пасеки взяла, и там дети мои ее съели. Абсолютнейший эксклюзив. Иногда люди прям вот, ну, пихивают мне деньги. Я думаю, вы все знаете, как это может происходить. То есть я говорю, нет, не надо, они, нет, вот надо, значит, тебе. И у меня собирается такой немножко, как такой фонд из этих денег. Я их никогда не кладу себе в кошелек, они у меня отдельно всегда лежат там в конвертике, в офисе. Когда ко мне приходят люди, которым банально, извините, нечего жрать, которые получают пенсию, хорошо, если 100 евро в месяц, вот эти деньги я этим людям передаю продуктами, деньгами, наличными или прочее. Вот такой вот я человек. Хотите, нет, хотите, нет. Это прямо вот на чистоту, как есть, просто потому что вот мы общаемся абсолютно по-дружески. Миша, тот человек, которому я могу это рассказать. Хотите, если вы считаете это неправильно, ну, осудите меня, ну, вот как есть. Слушайте, здесь у нас комментарий прилетел, поинтересовались про знание государственного языка и у меня, и у Лавренова. У меня, если вы, могу даже показать, у меня, по-моему, она здесь где-то в столе лежит. Цевенс, цевенс. А у Михаила он заканчивал сауэсколу, там тоже, по-моему, высокая категория. Государственное языке, среднее образование получал он на латышском языке, потом был университет. И у меня, конечно же, тоже это было, по-моему, ну, это не так давно было, наверное, да, уже точно не помню год. Но была, конечно, как я попал в Думу, была всеобъемлющая проверка, которая длилась часа два, наверное, если не больше. Причем ко мне пришла в то время начальница, Валслава Десцентерс, и делала эту проверку. У меня вот такое на двух листах, описание знаний моего латышского языка, там С1 с претензией на С2, и человек разбирается, и так далее. Так вот, тот же человек... Как я говорил в этом фильме, не просто бумажка, броня. Ну, не знаю, может быть, опять захотят проверить в связи с... В связи с этим у меня будет тоже вопрос. Вот тот же вопрос, тот же человек, который написал нам про категорию, он интересуется, ребята, вы собрались в политику, а вам не дадут наверняка доступа к государственной тайне. Я так понимаю, депутатам не обязательно это, да? Пока, по крайней мере. Вроде бы, да, как за это новый закон, не знаю, он, конечно, принят, возможно, и под кого-то, для кого-то, ну, в отношении, вернее, против кого-то, но, по-моему, это подразумевается только под мэрами и вице-мэрами. Обычного депутата, как у меня... Ну, какие, простите, тайны? У тебя квартиры в крыжах сколько продалось там, но это не есть тайны. Ну, мы, правда, мы никто не знаем, как будет этот закон воплощаться в жизнь, да, то есть, но я готова поспорить, если кто-то мне не даст какого-то доступа, необходимого для работы в интересах людей, которые меня изберут, потому что, ну, я на самом деле могу, когда я езжу там на эти комиссии в Ригу, да, в Сейн, то есть я их прям троллю на этот момент, я, когда мне дают слово, я говорю, здравствуйте, Оля Петкевич, агент Кремля, и они прямо такие... Рука Кремля, да. Я абсолютный патриот своей земли, я ассоциирую себя с этой страной, я к ней принадлежна, и я хочу, чтобы эта страна оставалась независимой, целостной, и вся та чушь, которую у меня кто-то, ну, наплетает, потому что я вот помогала бабушкам с российскими паспортами, делая акцент на то, что у них российские паспорта, а я им в противорез всегда подтверждала, что я это делаю, потому что бабушки старые и немощные, и плохо над ними издеваться, и это основной мотив моих действий, и я думаю, что это просто нормально, это, ну, сочувствие и уважение к возрасту, и это то, чего я просила в Риге, ну, вот так не допросилась, и... Ну, правда, ко мне вообще нечего привязаться, то есть Миша подтвердит, даже если на нас заводят какие-то там процессы, дела вызывают для пояснений, то есть это всегда оборачивается абсолютно дружеской, доброжелательной беседой, потому что, ну, никто тут не враг государства на самом деле, и все вот эти скидки, это чушь, полная чушь. Сейчас вот я секунду хочу задать, я просто видел в комментариях нас смотрят люди, которые придерживаются абсолютно противоположного мнения, Вадим, я про тебя говорю, Вадим, у тебя есть уникальная возможность, вот в прямом эфире задай вопрос Ольге, Михаилу, я обязательно твой комментарий зачитаю. Вадим Богданов, ну, попался у меня в комментариях, Глория Гривцова нас смотрит, ну, это же замечательно, 163 человека онлайн нас смотрят, 20, почти 21 тысячу лайков вы уже все получили, давайте, потапайте по экрану, пускай Ольга, Михаил наберут как можно больше, следующий вопрос, Миш, ты что-то хотел ставить? Я на 20 секунд отключу изображение, у меня просто тут 6 часов с боем в офисе, и сейчас они начнут бомбить, я их немножко остановлю, да, на какое-то время, на 20 секунд выключу изображение. Выключи изображение, тогда уже и звук выключи, я слышу, Оль, стебанемся, у него там, наверное, куранты бьют, поэтому он решил звук выключить, ну, это такой чистый стеб с моей стороны, ни на что не намекаю. Оль, давай тогда с тобой болтаться, пока Миша отключился, вы только-только заявили о том, что организовали новую, перерегистрировали партию, стали членами правления, и, я не знаю, случайность это, не случайность, на тебя заводят очередное уголовное дело, или кляузу в полицию пишут, а к Михаилу в гости, а к Мих... Не уголовное, я, ну, просто там, я видел твой тикток, ты ездил объясняться в полицию по какому-то, по какому-то моменту, на Лавреново натравливают наших самых лучших журналистов, приезжают с программой и пытаются узнать чей Крым, это вот единственный вопрос, который интересует всех латвийских журналистов, поэтому об этом мы тоже обязательно поговорим. Оль, что там за дело на тебя завели очередное? Ну, это тот случай, когда они слышат то, что я говорю, видят то, что я пишу, но очень хотят что-то додумать с того, чего там нету, то есть я искала людей, чтобы не гонять в машину с одним человеком, поехать сразу с тремя людьми к реабилитологу в Екопилс, который может освободить человека от сдачи экзамена по латышскому, как правило, у этих людей там в анамнезе там по 10 плюс наркозов, онкологии, то есть диабеты там, давление, стенты и вот такая вот вся история. Вот, и я просто сразу пишу в таких постах, я не раз говорила, что прием реабилитолога, чтобы получить освобождение, это всегда платная услуга, поэтому в моем посте было указано, что прием стоит 45 евро, а справка, если ты ее получаешь, тоже там 70 плюс. И люди как-то какие-то додумали, что я предлагаю купить эти документы, которые вот официально по прескуранту Екопилской поликлиники именно столько стоят. Ну, это абсолютно лучший нонсенс, я даже, ну, кроме как вот поржать с этого, я даже не знаю, но я абсолютно спокойно отношусь к тому, что вот это постоянно. Кто-то в полицию пишет, но меня писали там в экономическую полицию, я знаю, проявляли там занятость там и доходы и прочее. Ну, окей, то есть я просто, я никогда так не делаю, не буду делать, и я свое время, свой ресурс мечтаю тратить на то, чтобы делать что-то хорошее. Я не хожу на страницы к людям, которые мне не нравятся, как политики, которые меня бесят. Мои единственные какие-то конфликты были с партией Алексея Росликова, потому что они задевали меня лично в своих тиктоках, я просто им отвечала в конце концов, когда уже вот этот мой горшочек терпения уже начинал докипать. Они публично это делали. Все остальное, ну вот да, есть люди, которые предпочитают созидать, а есть те, которые предпочитают разрушать и искать изъяны тех, которые пытаются что-то делать. Ну, вот в таком участии мы живем, но я с этим смирилась, окей, как бы надо сходить в полицию, схожу, расскажу, поулыбаюсь, с хорошими людьми пообщаюсь, узнаю, как им работается, и пойду дальше делать свои дела. Тем, кто пишет на меня это, ну, спасибо за поздравление с перерегистрацией партии, только так я могу это оценивать. Миш, вот я хочу тебе просто, я обещал Вадиму Богданову дать возможность задать вопрос, и я такой человек, я всегда держу свое слово. Вадим Богданов задает тебе вопрос к Лавренову, потом мы поговорим про интервью с тобой. Вопрос к Лавренову, почему в его соцсетях так много любви к России? Меня как гражданина ЛР Латвийской Республики это очень сильно беспокоит. Ну, послушай, ну, видишь, в той же передаче было видно, что за мной какая-то есть группа инициативных людей, которые за мной следят, читают все, что я там публикую, да, ну, и видят, наверное, в этом то, что хотят видеть. Но я не отрицаю, где-то я, наверное, пишу, в основном сейчас уже я пишу только исключительно в экономические какие-то новости или политические. К слову говоря, меня спасибо этой нашей секте, как я ее называю, научили уже долгое время. Я использую исключительно новостные новости из главных западных информационных агентств. Это New York Times, Financial Times, Английская Times, Deutsche Welle и что-то еще я такое использую. А, Bloomberg еще, Bloomberg, да. И вот поскольку, если там какие-то есть интересные новости, вот, например, санкции России, я что-то публикую, я понимаю, что им не нравится эта информация. Но, к сожалению, вот главные новостные информационные западные агентства стали писать такую информацию, которая может не нравиться нашим политическим оппонентам. Ничего не могу поделать. Миша, ладно, ладно, эти мировые агентства. Я захожу на наши Делфи, на наш ТВН. Вот, Вадим, интересно, это не бесит? Меня бесит. Потому что там столько новостей про Россию. Там постоянно пишут, что сказал Соловьев, что было в эфире у этой, как ее там. Я даже не знаю этих фамилий. Я этих людей не смотрю. Я их не смотрела до того, как нам отключили возможность их смотреть. Не смотрю и теперь, естественно. Мне запретили доступ к этим телевизионным каналам. Но при этом у латвистик, журналистов, республиканских СМИ этот доступ, очевидно, есть. Они регулярно смотрят, отслеживают и пишут нам эти новости. Я вот этого не могу понять. То есть, ну, с одной стороны, они нам запретили смотреть. С другой стороны, смотрят сами и постоянно нам докладывают, что они там увидели. Меня это, честно говоря, забавляет, иногда конкретно подбешивает. Потому что у нас своих проблем нет. Мы постоянно узнаем про какие-то новости из России. Вообще другая страна. Почему нам надо так много про нее знать? Поэтому я удивлена, что Вадим свой вопрос адресует Михаилу, а не редакции МДУПИ, ТВНЭТ и всех этих латвийских СМИ. Правда. Потому что, наверное, ленту Михаила Лавренова он считает авторитетнее, чем все остальные издания Делфи и так далее, и так далее, и так далее. Миш, возвращаясь к вопросу к тебе, хочу вернуться. Что латвийские журналисты из-под тебя хотели? И вообще, ну, ребята, ну вот когда к вам обращаются латвийские журналисты, ну вы же имеете право отказаться. Вы же понимаете, что их интересует определенное количество вопросов. Вы же, Оля, сама журналист, и ты прекрасно знаешь, что они покажут только то, что нужно показать. Почему вы соглашаетесь на это интервью? Почему ты согласился на это интервью? Почему, Ольга, ты, когда участвовала в дебатах, предвыборные были, Европарламент, пришла, ну, мягко говоря, неподготовленная, тебя там пытались валить? Ты надеялась на то, что они будут там хорошо к тебе относиться, но это вдохнулся, мы тут все друг друга какую-то журналистскую солидарность проявляем. Режане совсем другие. Сначала Миша, потом Оля ответит. Да, совершенно верно, Миша. Я, к слову, не обижаюсь на них, хотя немножко странным кажется врываться без приглашения в офис. К слову, когда у нас идет важнейший зум шоу, у меня супруга говорила по зуму, там среди конференция была, и начинает задавать вопросы там по кругу. Путин, Крым, Лукашенко, чей Крым, Украина, Россия и так далее. Да, к слову, ну, наше интервью длилось там минут 15, и, ну, там, как вы понимаете, все нарезано, и пошло только там отдельные мои какие-то фразы, да. Хотя я им объяснял, что вот какая у нас политическая ситуация в городе и так далее, и что происходит, да. Ну, к слову, конечно, там, может быть, со стороны это кажется ахи-хи-хаха, Миша там посмеялся, но на самом деле, это вот честно, впервые об этом скажу, у меня вообще к этой ворвел щенит и ко всему, что происходит, и в нашем государстве, и в том числе на Украине, у меня совершенно другое отношение. Это на самом деле, я считаю, что происходят события библейского содержания и библейского же масштаба на той же Украине, поэтому ничего тут смешного такого нету, и как бы, ну, я сразу вспомнил, вот когда ко мне вот приходят такие люди, и начинают вот мне задавать такие вопросы, но из слова такого святого, известное выражение Антония Велики, он такой был святой, он жил в Египте, на территории Египта в 3-4 веке нашей эры, очень почитаемый в православии, и у него есть известное выражение, что настанут времена, когда 9 больных придут к одному здоровому и скажут, что ты болен, потому что ты не такой, как мы, вот мне что-то это напоминает. Вот, также там про беженцев говорили, что я там что-то в отношении беженцев, но те, кто меня знают близко, ну, и даже не очень близко, все знают, что наоборот, я помогаю украинским беженцам и помогал. Но кому это, кому это интересно. Ребята, ну вы, частенько вам еще будет предстоит ходить на интервью к разным латвийским журналистам, вы уж приготовьте это какой-нибудь один ответ на их излюбленный вопрос. Я, например, сегодня специально от Нечего Делать залез, и вот тот самый вопрос задал, задал искусственному интеллекту, и посмотрел, что он ответит. И он так расплывчиво-то ответил, что ты вот из ответа не поймешь, вот на самом деле чей. Оль, почему соглашаетесь на интервью? Ведь прекрасно знаете, что главная цель большинства латвийских журналистов выставить вас, ну, ватниками и глупыми людьми. Ну, что касается этого интервью в Долфяк, в Драгилево я шла просто за опытом, я знала, то есть, ну, я прям незнакомым с вами, ну, в этот момент я могу туда неформально, то есть, я говорю, я еду, меня там будут иметь, я знала, к чему быть готовой, то есть, там настолько это четкая позиция, что, ну, это просто был опыт, я за ним и ехала. Что касается всех других интервью, на которые я соглашаюсь, я это делаю, потому что я верю в людей. Я сейчас говорю не просто про латвийских журналистов, я говорю про издания такие, как Дершпигель, Нью-Йорк Таймс, Лимонде, которые ко мне приезжали за последние полтора года, брали у меня интервью, другие, тоже иностранные, и я видела на глазах, как мнение этого человека менялось благодаря тому, что он готов слышать, слушать и внимать тому, что я говорю, получать информацию от первого лица. И это, я считаю, одно из главных моих достижений за это время, да, мне не удалось изменить закон, но мне удалось на международной арене рассказать, что у нас происходит. И если бы я тоже закрылась, сказала, вы все равно меня порежете и переврете, конечно, они порезали, конечно, вон с этим Дершпигель вообще был скандал, что даже наш МИД там просил у них пояснений, то есть, ну, там вообще сумасшедшие вещи происходили, такого прям международного скандала. Уровня, то есть? Но, да, я верю в людей, я верю в то, что они могут донести вот эту правду, они могут заблуждаться, но именно поэтому они приезжают, чтобы поговорить с первоисточником, узнать, что происходит. И что касается международных СМИ, мне это удавалось. С нашими латвийскими журналистами это прям дико сложно. Наверное, до конца мне не удалось переубедить никого, но все-таки я считаю, что, например, мои дебаты на ЛТВ, как кандидата в Европарламент, удались. Это был мой первый опыт, но мне удалось на самом деле много вещей указать на явные противоречия в их же ответственной позиции, и это было прям классно, и я уходила с таким, что мне все сказала. На самом деле, мое, наверное, решение, что я дальше буду реализовываться в политике, я приняла в тот вечер, когда были вот эти дебаты, потому что я не могу мириться с тем, насколько странные и противоречивые заключения они выдают, как такие безапелляционные совершенно осуждения. Я хочу об этом дискутировать, я готова показывать им другую сторону. То есть, ну, там элементарнейший пример, да, вот они там про Украину, про оккупацию. Я говорю, давайте смотреть шире. В Евросоюзе есть Северный Кипр, часть которого все время его существование в составе ЕС оккупирует Турция. Почему вас это не волнует? Почему мы это не обсуждаем? То есть, ну, и это их обескураживает, у них нет ответа, и я считаю, что вот да, мы можем быть такими вот людьми, которые вот эту, ну, повестку, которая у них такая вот есть общая, согласованная и признанная, разбавить, заставить и их, и их избирателей, и людей, которые не ходят на выборы, что самое важное, у нас критически низкая явка, задуматься и прийти, и высказать, и поучаствовать в том, что происходит со всеми нами в этой стране и в этом Евросоюзе. Миша, я могу добавить, если, да, и добавлю, да, по поводу вот тоже передачи. Ну, журналисты, конечно же, они кондунциозные, они приезжают не просто так, они приезжали за сенсацией, и у меня-то какие варианты, смотрите, да, то есть они, вариант один, ответ номер, то есть ответ А, то есть я отвечаю так, как они от меня ждут, и на меня завтра открывается очередное административное дело, а может, уговорить. Вариант Б, я отвечаю так, как они не ждут, все тогда на следующий день, все республиканские СМИ подключаются и мажут меня, условно говоря, дерьмом, и показывают, посмотрите, какой Лавренов, да, поэтому я выбрал вариант не отвечать на их вопросы, провокационные, поскольку, во-первых, это не моя обязанность, я не обязан отвечать на вопросы, которые я не считаю нужны, вот я не обязан, и статус депутата Городской Думы не подразумевает под себя такого прямого ответа на такие вопросы, да, и поэтому я не ответил, не доставил им такое удовольствие и, как бы, ну, советую так же всем быть готовыми к этому. Ну, ребят, ну, мне кажется, самый простой как-нибудь собраться и придумать, ну, какой-то ответ, который вот всех устоит. Чей Крым? Крымчан. Чей Крым? Ну, точно не мой. Ну, или какой-то, 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 какой-то другой ответ, и тогда рижские журналисты в Дагу Пилс сенсации больше никаких не получат. Оль, хочу последний вопрос тебе задать, потому что мы уже час десять сидим в прямом эфире. Я в свое время в своих официальных программах в город ОНР брал у тебя интервью, когда вот ты только-только начала помогать бабушкам, дедушкам, у которых возникали проблемы с ВНЖ, и тогда на мой вопрос ты ответила, что нет, в политику я не собираюсь. Потом случилось в жизни какие-то вещи, ты пошла в политику, и также в моей официальной программе в город ОНР ты объяснила, почему именно ты пошла в политику. Вот я хочу сейчас, она смотрит огромное количество людей на ТикТоке, и вот были комментарии о том, что я не верю Питкевич, потому что она обманула, сначала не хотела идти в политику, теперь пошла. Я хочу, чтобы ты просто свой ответ повторила, чтобы совсем другая аудитория услышала тот самый твой ответ. Да, у меня в свое время тоже был такой стереотип, что политика это не для меня, что я не справлюсь. Я до сих пор немножко боюсь, потому что я правда слишком наивная для этой сферы, слишком верю в людей, слишком верю в то, что они будут из лучших своих побуждений что-то делать. Я отжигаюсь, меня обманывают, меня поливают по-моему, но в какой-то момент пришло такое осознание, что я могу и хочу что-то менять, что у меня получается быть полезной людям, и я хочу получить больше полномочий, потому что если мы говорим о городе, это очень просто. Девочка недавно пытается открыть кафе, и к ней выкатили совершенно непомерные требования под обеспечением доступности стыды для людей с инвалидностью. Я за этих людей горой но в данном случае там абсолютно малюсенькое помещение, где если ты сделаешь туалет для людей с инвалидностью, то там и для кафе места не останется. Раньше там кафе работало. Я очень пытаюсь ей помочь, ну вот как общественные дети, но я понимаю, что если бы у меня был мандат депутата городской думы, мне удалось бы это эффективнее. Я эту политику стала воспринимать не как какой-то вот это вот тучи разведу руками, да, сидят там что-то вот как ты говоришь отвечают, вроде бы что-то говорят, но ни о чем. Я хочу по делу, я хочу чтобы людям помогать вот быстро, эффективно, задействуя все муниципальные структуры, вот не как просто житель, который там звонит на стационарный телефон и спрашивает что-то, они говорят, вы вам пишите письменно, да, и все это вот затягивает этот процесс. Я считаю от чистого сердца, что я могу быть полезной, получив мандат депутата городской думы. больше, эффективнее, быстрее, помогать большему количеству людей. Вот что для меня политика. И да, в какой-то момент на мне пришло такое осознание, просто как пять копеек. Все, отлично, ребятки, давайте будем подводить итог нашей сегодняшней, нашей сегодняшней беседы, потом я каждому из вас дам слова на прощание, чтобы вы обратились к людям, которые нас смотрели, проведу такие промежуточные итоги. Вас и нас, и меня смотрело достаточно большое количество людей, 150, 150, 160 человек, что для латвийского тиктока это очень круто. Я вас с этим поздравляю, себя в том числе тоже. Ребята, вот до завершения эфира у нас максимум здесь остается минуток пять, у Ольги с Михаилом сейчас 29 тысяч лайков, подгоните этапами по экрану, поделитесь трансляцией, подарите на прощание нам подарочков, а вот ребятам Михаилу Лавренову, Ольге Петкевичу я сейчас хочу предоставить по несколько минут про свою партию, про отношения к людям. Представьте, что вот завтра выборы и у вас последний бесплатные эфиры, они хотя и вы обращаетесь к своим избирателям, что бы вы им сказали? Оля, Миша, кто из вас? Ну, давай я наверное скажу. Мы, то есть я как вставляю, наверное, где-то где-то это сказал, наверное, что я, наверное, представляю достаточно типичного горожанина, да, то есть у меня смешанная семья, староверы и православные, и католики, и мы такие, мы такие особенные, мы необычные, не допустил чаяни, мы горожане, и все, что я делал, свою жизнь, всю свою жизнь я приводил в порядок свою недвижимость, получал от этого моральное и материальное удовлетворение, занимаясь этим и на пользу города, отдаю свои знания, свои навыки, свой опыт на пользу горожанам. Поэтому я хочу, чтобы у нас смолилась команда команды равномышленников, команда сильных, неравнодушных, инициативных людей, которые готовы реализовывать свои мечты на благо нашего города, на благо будущего, будущего наших детей. Отлично. Оля, тебе заключительное слово. Я, наверное, скажу, люди, давайте выходить из Фейсбука в реальную жизнь, на которую каждый из вас может влиять. Банально, приходя на выборы в конкретный день и опуская бюллетень в урну. Это важно. Это, ну, вот мне, честно говоря, очень нравится опыт там Люксембурга, по-моему, где участие в выборах обязательное. А если ты не пришел, тебе влепили штраф. Вот я бы за такое, честно говоря, в Латвии. 40% явка это говорит о том, что людям все равно. Это самое худшее, что может быть в этой жизни. То есть я всегда думаю, если ты вызываешь какую-то эмоцию, злость, симпатию, это круто. Потому что если на тебя все равно, это, ну, все. Равнодушие, да. Да, поэтому мне очень хотелось бы, чтобы люди поверили в то, что это они решают. Поэтому я говорю, вы меня берете на работу. Не хотите меня на работу взять? Возьмите другого на работу. Ну, вы придите и скажите, что вот этот человек достоин работать в моих интересах. Я хочу, чтобы он сидел в этой думе и принимал решения в моих интересах. Потому что пока мы сидим в фейсбуке и занимаемся тем, что это плохой по этому, а тот плохой потому, а Чернявский плохой потому, что ему заплатили, и он поэтому что-то хорошее говорит. То есть, ну, вздумайтесь, до чего мы дошли. То есть, если человек что-то, ну, про кого-то говорит хорошо, то, а, ему заплатили. Ребята, ну, так нельзя. Ну, надо быть как-то, не знаю, добрее, взаимовважительнее, друг к другу относиться. И, да, вот верить в людей может быть не настолько наивно и прям всем сердцем, как я, но давайте все-таки это наш город. Город — это люди, которые в нем живут. Нас, там, по разным оценкам, да, 60-70, может быть, 80 тысяч там, да, на каникулы, когда приезжают все сюда. Но это огромная общность людей, и мы с вами можем и в праве, и в силах делать нашу жизнь вот общую такой, какой мы хотим ее видеть. Поэтому будьте активными. Не нравимся мы, присоединяйтесь к другим. Не нравятся другие, сделайте свое какое-то движение. Я всегда говорю, не нравлюсь я, сделайте круче, чем Питкевич, сделайте по-другому, покажите класс, я за вас порадуюсь. Я такой человек, я радуюсь, когда что-то хорошее происходит на благо всех. Вот то, что все друг друга кидаются и говорят, ты тут плохой, ты тут соврал, ты там нехороший, вот это меня напряжает, потому что, ну, нельзя столько негатива, его и так очень много. Но очень маленький, душевный, очень консервативный, но я верю, что очень грузный и хороший город. Давайте так и быть вместе, вот прям вот активно, не только в Фейсбуке. Я вас очень прошу. Отлично. Ну что, давайте подводить итоги, но вот тут у нас под заключение пролетела фраза о том, что журналисты это продажная профессия. Я хочу сказать, что я и Ольга, мы в этой профессии уже давным-давно есть, и мы всегда были продаваемыми людьми, то есть мои эфиры или Ольгины статьи люди покупали, но мы никогда не были продажными. Вот два почти одинаковых слова, а разница между ними огромная. Сегодня в гостях у меня была Ольга Питкевич, сегодня в гостях у меня был Михаил Лавренов. Эти два человечка, два даугопилчанина в Даугопилсе организовали по новой, возродили новую партию, которая называется Даугопилс-Монопилс, и на следующие выборы будут стартовать. Сегодня мы попытались у них узнать, как и что с их партией, как у нас получилось это судить нашим зрителям. Сейчас давай подведем итоги, вот прямо сейчас говорю, знаешь, как в русской программе говорили там в одной стоп-игра, вы набрали 35 с половиной тысяч лайков, моментально в моем личном рейтинге вырвались на вторую позицию, спасибо вам огромное, спасибо, что были нашими гостями, спасибо нашим зрителям, что смотрели нашу трансляцию, всем доброго вечера и завтра все на работу. Всем пока. Спасибо, пока. Пока.